Девочки, привет. Алена гладит опять. Алена делает нехер. Стоит, гладит. На, перекладись. Она стоит, ждет, ждет. Ждет, ждет. Кто ж его погладил? Никто, кроме Алены, не может это сделать. Прибежала с работы. Погода какая-то непонятная у нас. То дождик, то солнышко, то, хрен пойми, что. Это. Перекусила, думаю, сейчас поглажу. И бегом побегу на работу. И потом прибегу. И потом опять квартиру надо убрать. А потом вечером мне еще на ногти. А потом еще надо в магазин закупиться. Ну и, короче, в бегах. Как обычно. Голопом по Европам. Вот так вся жизнь и проходит. Вот так и пролетают гудочки. Что-то там написал. Алена, на тебе ходить. Выглядишь. Старая. Старая я выгляжу. Зато я в душе молода. Молода я. Юнец совсем. Совсем юнец я. Ладно, пишет. Ого, что в 50 будет? Что будет в 50? В 50 будет еще больше. Чего вы так переживаете за меня? У меня сейчас вообще нет возможности похудеть на диеты, садиться. У меня Сережа сейчас дома. А он ест и ест, ест и ест. А я думаю, что он такой единоличник? Надо все делать сообща. И мы с ним сообща. Занимаемся поеданием. Вот что? Там одна женщина спрашивала, как мы в Германию попали. И кто немцы? Я. Я немка. Так вышло, что я немка. Это, знаете, вспомнила вот сейчас про национальность. Я когда замуж вышла, переехали в Россию. О, в деревню. В деревню переехали. Я уже, наверное, рассказывала. И когда забеременела, надо было на учет вставать в местную поликлиничку. Я не знаю, зачем, до сих пор понять не могу, в этих картах, которых они заполняют, записывать национальность. До сих пор я врубиться не могу. Какая разница, кто рожает, казашка, немка или русская. Ну, она мне спрашивает, национальность. А я говорю, немка. У нее глаза такие, как немка. Ну, представьте, да, это вот такая глубинка, деревушка. Когда последний раз немцев видели в 45-м. Я говорю, немка. Она говорит, как немка. Я говорю, ну, вот так немка. Она думает, все, опять, что ли? Немцы в городе. Каково было ее удивление на мою национальность? Не знаю, почему. Видите, мы жили в Казахстане. Мы жили на северном Казахстане, где люди были сосланы в 30-х годах. И немцы, и поляки, и латвийцы, и кто хочешь, и чеченцы. Кто хочешь там. Все, кто не понравился, все были туда сосланы. Ну, и вот, короче, сослали наших предков. Они нас наплодили, и мы потом уже, как в Германию попали. Обыкновенно подаются документы, что мы, немцы, хотим на историческую родину попасть. И все. Потом ты ждешь, когда тебя заберут. И все. Раньше было намного проще сюда вернуться. Вот мои родственники, которые в 80-х годах уезжали, им просто подавались документы, буквально месяц, все, они уже выезжали. Потом, короче, стало все больше и больше ехать. Потом уже начали придумывать тесты. Тебе нужно было знать язык немецкий. Тесты сдавали только главы семей и совершеннолетние. То бишь у нас ехали мой отец, бабуля и брат. Еще один сын. Брат моего отца, как главы семейства. Отец у меня, он до шести лет русского вообще не знал. Разговаривал только на немецком. Потому что все родственники разговаривали на немецком. А потом уже, как в школу пошел, естественно, за ганьбы вот этой, и фашист, и фашист, пришлось и русский выучить. А когда уже пришли документы, и надо было ехать на тестирование это, ему пришлось уже вспомнить. То, что он когда-то давно уже забыл. Ему пришлось это вспоминать. И они сдали, сдали. И потом дальше надо было ждать. Другие документы. По итогу, когда уже махнули рукой, что уже навряд ли, уже там лет десять прошло, все-таки пришел ответ, что собирайте чемоданы и вперед. А потом по приезду еще, чтобы здесь получить, ну, короче, не буду вникать в подробности, еще один документ. Нужно было опять тестирование проходить. И проходить тестирование тоже немцам из семьи, кто пишется немец, и совершеннолетний. Нас так пугали вообще. Нас пугали, что там заваливают, что эти параграфы так просто не получишь. Там такой бред задают тебе. Это все на немецком. Ну, и, короче, мы поехали туда. Время у нас назначенное было. Мы поехали туда втроем. И сидим. Сидим в коридоре. Выходит одна дама. И спрашивает, типа, а что вы здесь сидите? Мы говорим, но у нас время. Нам нужно сдавать эти тесты. Она такая, в смысле, время мы уже... Блин, какая точно толстая, девочки. Все. Поддерживайте меня. Буду когда-нибудь садиться на диету. Ну, и, короче, мы... Она говорит, вообще-то уже все закрыто. Ну, то осталось пара человек. Давайте. И это... Мы зашли. Там сидели две женщины. И, короче, начали спрашивать отца. Меня, Димку. Меня спросили, типа, ты учила в школе немецкой? А я фактически ему не учила, потому что у нас вот в начальных классах еще были учителя. А потом они тоже в Германию уехали. И у нас учителей не осталось. Так кто-то придет. Там что-то это самое. Вот немцы, вот другие учительницы, которые преподавали другие предметы, но знаю немецкий. Там пару уроков проведут. Но по итогу за все года там у тебя, можно сказать, ты ничего не учил. Ну, я ей ответила, что фактически не учила. Там Батяня что-то ответил. Ну, им так сильно хотелось кофе попить. И мы им мешали. И они, короче, нам бумажки сделали. И сказали, реведерчи. Мы приехали домой в лагерь. Мы еще разжили. Говорим, что вы нас так пугали? Там ничего страшного не было. Они говорят, нет, у нас такие вопросы глупые задавали. Посмотрите в окно. Там идет собака с пятью ногами. Там то, сё. Ну, короче, специально они их закидывали вопросами глупыми, чтобы они только не знали. А нам ничего. Нам повезло. Нам часто везло. Как-то вот Господь был на нашей стороне. Были такие ситуации, когда ты в чужой стране и не знаешь, как что вылезти. Как-то вот находили выход из положения. Кто там ходит? Все удачно складывалось. Вот такие вот дела. Так и приехали. Так и живем. А потом я уже говорила, уже Сережа с нами сразу не приехал, потому что его родители не пустили. Но попозже я подала антракт на воссоединение семьи. Попозже он приехал. По итогу. Если бы, конечно, как нам сказали, если бы он сразу приехал, то у меня и параграф был бы другой, и проблем бы у него меньше было. Он бы сразу немецкий паспорт бы получил, идя со мной вот вместе с ребенком. Короче, у него бы намного было меньше проблем. А так сейчас он живет по русскому, по российскому паспорту. Просто ему визу сделали бесконечную. И выдали просто такое удостоверение немецкое, что он проживает здесь на постоянном месте жительстве. А так ему это удостоверение на менять тогда, когда заканчивается российский паспорт. По истечению срока российского паспорта истекает срок и этого удостоверения. Поэтому такие дела. Если бы изначально приехал сразу со мной, вообще бы намного проще было. А потом уже, кто уже позже уезжал и сейчас хочет уехать, вообще там бомбят по полному. Вот кого-то они сюда берут просто так, а вот немцев оттуда они забрать не могут. Они такие условия создают, что люди не могут ни тесты эти пройти, что заваливаются ли направленно. Плюс за свой счет ты уже едешь сюда. Не так, как у нас было, что Германия платила нам все. Короче, вот такие дела. Ну, слава богу, как-то все нормализовалось уже и живем. Хотя, вот смотрю, приезжают люди еще сюда. Чего отвез, Сережа? Угу. Такие. Так, ну все, ты приехал, теперь я поеду на работу. Перегладила, перегладила, сейчас раскину только это носки сортировать. Это так, сапоги вообще ненавижу. И вообще я хочу в магазин поехать и купить себе чоботы. Сапоги. Думаю, вроде еще не холодно. Чоботы, чоботы, вы мои, не боятся холоду, ничего. Помните такую песенку? Ну, это казахстан только помнит. На свадьбах обычно. Тещи, зять, покупал башмаки. И это, и одевали на второй день. Взять, одевал тещи башмаки и пели эту песню. Чоботы, чоботы, вы мои, не боятся холоду, ничего. Таким не на чоботы. Не забываем, девочки, подписаться. Опять пошел на кухню. Что он там делает? Постоянно на этой кухне, я не знаю.